Всем добрый день! Сегодня наш вебинар посвящается совместным решениям LTEX и Geolink. Расскажем кратко о нашей компании, оборудовании LTEX, потом покажем сертификат совместимости. Представлены будут сегодня спикеров, это Елизавета Корнева из компании LTEX предприятия, Дмитрий Нагорный, председатель инженер компании IP-матик по направлению IP-телефония. И я, Дмитрий Товченко-Василий, проектный менеджер по телефонным решениям. Я представляю компанию IP-матик. Компания IP-матик это VAT-дистрибьютор телекоммуникационных решений, IT и AV-решений. Кратко расскажу сейчас о нашей компании, если кто не знает. Год создания компании это 2008, темпы роста ежегодные наши составляют от 20 до 50%. На данный момент штат сотрудников 136 по России и странам СМГ, в которых мы представлены. На данный момент компания имеет уже более 2000 партнеров, которые хотя бы один раз делали закупку нашей компании. Партнеры мы видим разных. Это у нас системные интеграторы, операторы связи, реселлеры, крупные провайдеры и так далее. Вот география нашей компании, где есть склады в этих городах, это Санкт-Петербург, Москва и так далее. В июне месяце этого года мы открыли офис в городе Самара. Обратившись в любой из этих региональных отделов продаж, вы можете получить оборудование прямо со складом. Кто является нашими основными, кого мы считаем все-таки основными нашими партнерами. Сразу что компания IP-матика не работает напрямую с конечными заказчиками. Мы работаем всегда только через партнеров. Основные наши ключевые это IT-авые интеграторы, операторы связи, реселлеры, крупнейшие российские дистрибьюторы, такие там Мерлион, Триолан и так далее. Розничные интернет-магазины, инсталляторы, сервис-провайдеры, различные разработчики ПО, которые взаимодействуют с нашим оборудованием. Сферы применения, наверное, сильно заострять не буду внимания, потому что, ну, наверное, покрываем практически любую сферу. Это и госучреждения, силовые структуры, промышленность, медицина, образование и так далее. Компания Ялинк в очередной раз за прошлый год выдала нам сертификат единственного платинового дистрибьютора Ялинк по итогам прошлого года. В 2017 году компания IP-матика была лучшим дистрибьютором о Ялинк в мире. Почему IP-матика? Почему с нами удобно работать? То, что мы имеем огромный опыт, более 15 лет в сфере коммуникации, полноценный сбалансированный портфель, особенно что касается ВАИ, поддержка защиты партнеров в проектах. Об этом я расскажу чуть позже, как мы защищаем, что является проектом и так далее. У нас большой штат пресейл инженеров, которые могут помочь вам в подготовке ваших проектных решений, подготовке ТЗ, подборе оборудования и так далее. Наша компания имеет огромный демо-склад. Если вам необходимо оборудование для каких-либо проектов, для тестирования, всегда можете к нам обратиться, получить оборудование для своих заказчиков. Абсолютно бесплатно. Сроки тестирования от двух недель. Демо-зал – это место, откуда я сейчас вещаю. Мы сейчас планируем открывать во всех наших филиалах демо-залы, в части уже открытые, куда вы можете приехать своим заказчикам и показать оборудование. Высокоуровневая техподдержка, профессиональная локализация продуктов. Про локализацию чуть позже тоже расскажу. Мы можем делать различные уровни ОЭМ. Маркетинговая поддержка, обучение и сертификация, доступ к классским порталам. Также мы запустили систему B2B, в которую партнер может посмотреть остатки, сделать заказы. На данный момент уже есть возможность сделать запрос на регистрацию проектов прямо из B2B. Маркетинг, публикация совместных кейсов и так далее. Ничего такого там. Мероприятие для партнера. Если кого-то интересует маркетинг дополнительно, то можете к нам обращаться, тоже с этим поможем. Компания «Эпиматика» регулярно участвует в различных выставках. В прошлом году мы посетили в различных городах АВ «Фокус». Также тематические выставки регулярно мы посещаем со своим стендом. В конце прошлого года компанией «Элтекс» предприятий было протестировано телефоны «Ялинк». И на основании этого был выдан совместимость, потому что платформы «Элтекс», «ЕСС-10» и «СНГ» поддерживают полностью оборудование «Ялинк», различные телефоны. Если вы будете закладывать это оборудование в свои проекты, то можете не сомневаться, что оборудование, весь функционал телефонов будет поддерживаться данными решениями. Ну и внизу, если видите, это одни из крупнейших российских заказчиков, с которыми были уже реализованы проекты на базе «Ялинк» и «Элтекс». Ну и наше поводство сотрудничества, вы можете обращаться в любой из наших региональных отделов продаж для получения различной информации по «Ялинк». Теперь передам слово Дмитрию Нагорному, нашему пресел-инженеру. Он вам расскажет кратко о наших телефонных решениях «Ялинк». Дмитрий. Да, коллеги, так, поехали. «Ялинк» — это китайская компания, основанная в 2001 году. Она является ведущим игроком на рынке SIP-телефоней и, в принципе, SIP-устройств. Как мы видим, они вкладываются в развитие как своей внутренней команды, так и в развитие своих продуктов. Итак, начнем с настольных телефонов. Здесь у нас представлены три линейки. Это серия Т3. Самая бюджетная Т4 — средний ценовой сегмент. И серия Т5 — это уже премиальная линейка. Базовая серия Т3. Тут представлены три основные модели. Итак, Т30, Т30P — это один SIP-аккаунт, черно-белый дисплей и мегабитный порт. У модели с буквой «П» есть возможность питания по ПОЭ. Модель Т31 выступает в трех разновидностях без СПОЭ с мегабитным портом, СПОЭ и мегабитным портом и СПОЭ и гигабитным портом. По буквам тут все логично. В отличие от предыдущей модели уже два SIP-аккаунта и есть справа от экрана две DSS-кнопки с световым индикатором, на которые можно назначить, например, BLF или какие-то другие сценарии. И модель Т30P — уже цветной дисплей на четыре SIP-аккаунта и четыре программируемые кнопки. Причем значений программируется не четыре, а двенадцать, то есть четыре страницы по три значения, если это необходимо. В чем отличие третьей линейки от остальных? Это безрычажная система отбоя с датчиком холла, устойчивая к царапинам поверхность и подставка в комплекте, которую можно использовать и как настойную, и как кронштейн для крепления на стену. Далее переходим к средней линейке — это Т4, здесь тоже три модели. Стартовая — это Т43U с черно-белым дисплеем и диагональю 3,7 дюйма. Поддерживается 12 SIP-аккаунтов и 8 DSS-кнопок, которые можно запрограммировать 21 значение. Три страницы по семь значений. Вторая модель — это Т46U, уже цветной дисплей, 4,3 дюйма, 16 аккаунтов и 10 клавиш. Программируется три страницы по девять значений, в итоге 27. Старшая модель в этой линейке — Т48U, уже сенсорный дисплей большой, 7 дюймов. Также 16 SIP-аккаунтов и 29 программируемых клавиш, но в отличие от предыдущих моделей, они не физические, а сенсорные, расположены на экране. Также в четвертой линейке можно подключить до трех модулей расширения EXP43. На каждом модуле по три страницы и по 20 физических кнопок, что позволяет запрограммировать по 60 значений на каждый модуль. Ну, с тремя модулями, соответственно, 180. Также, что интересно, отмечу, что дисплей у модуля адаптивный, то есть вот слева при подключении к черно-белому телефону он черно-белый, при подключении к цветному дисплей становится цветным. Пятая линейка. Здесь у нас модели побольше. Есть как видеотелефоны, так и аудиотелефоны. Начнем с видео. Это T58W и T58W Pro с камерой. У них сенсорные дисплеи, поддержка видео, в комплекте камера и 10-сторонняя смешанная конференция. Что такое смешанная конференция? Это три участника с видео плюс семь участников с аудио в одной конференции. Телефон VP59 это флагманский телефон. У него уже чуть больше дисплей на 8 дюймов. И из отличия есть HDMI выход для подключения к телевизору или, например, монитору. Также у модели T58W и W Pro есть вариация без камеры в комплекте. Она будет чуть дешевле, но видео также входящее будет поддерживаться. В чем отличие модели Pro от обычной? На Pro идет комплектная Bluetooth-трубка, которая подключается, соответственно, по Bluetooth. И с ней можно спокойно перемещаться по офису, не привязываясь проводом к телефону. Более младшие модели в пятой линейке это T53, T53W. Отличаются модели W есть встроенный Wi-Fi, в T53 без W его нет. Он похож на T43U, также 12 SIP аккаунтов и 8 программируемых клавиш. T54W это аналог 46U более продвинутый и 57W как 48U, тоже более продвинутый. В чем, в принципе, отличие пятой линейки от четвертой? В четвертой, если вам нужен Bluetooth или Wi-Fi, их можно получить только при соединении USB-донглов, соответствующих. На пятой линейке, за исключением T53 обычной, встроенный и Bluetooth, и Wi-Fi. На T53, соответственно, только Bluetooth встроенный. Также к пятой линейке есть возможность с помощью DECT-донгла подключить беспроводные DECT-трубки, но об этом я чуть позже еще расскажу. Аксессуары для пятой линейки это камера 50, опциональная, которую я говорил, можно поставлять как с телефоном, так и докупить позже при необходимости. Модуль расширения EXP50, тоже по 60 значений на каждый модуль, до трех модулей к одному телефону. Решение для аудиоконференции. Здесь у нас начинается с спикерфонов. Это две модели CP700 и CP900. Они отличаются размерами и длительностью работы. Также в модели CP900 массив из шести микрофонов против двух микрофонов семисотый. Обе модели работают как по Bluetooth, так и по USB кабелю. Есть вариация купить с Bluetooth-донглом, если у вас, допустим, на ПК нет Bluetooth-а, либо без донглом. Далее уже непосредственно конференция с телефоном. Самый младший это CP925 с шестью встроенными микрофонами и сенсорным дисплеем на 4 дюйма. Он поддерживает конференцию на 5 сторон и также есть возможность присоединить дополнительный беспроводной Bluetooth-микрофон CPW25. На него мы чуть позже посмотрим. Вторая модель в этой линейке это беспроводной DECT-конференц-телефон CPW35W. Он может работать как по DECT-у, так и по Wi-Fi. Имеет встроенный аккумулятор, что позволяет ему быть непривязанным к кабелям питания. И также возможно подключить Bluetooth-микрофон. Непосредственно сам этот микрофон, он подключается в единственном экземпляре к телефону. Захватывает голос в радиусе около 3 метров и по кругу то есть 60 градусов. Работает по Bluetooth. Старшая модель среди конференц-телефонов это CP965. Здесь уже массив из 12 микрофонов. Плюс один микрофон рассчитан на подавление посторонних шумов. Он идет уже на операционной системе Android и поддерживает 10-стороннюю голосовую конференцию. Также к нему можно подключить уже два беспроводных микрофонов. Но в отличие от предыдущей модели они не Bluetooth, а DECT-овские. Также из фишек этой модели экран 5 дюймов. Удобный интерфейс, на который можно вывести какие-то важные функции или кнопки быстрого набора. И нажать встречу нажатием одного клика. Микрофон CPW65, тот самый DECT-овский микрофон. Каждый из них захватывает голос в радиусе 3 метров и по кругу 360 градусов. Дальность тут чуть больше, чем у Bluetooth-ного и составляет порядка 20 метров расстояние от самого конференц-телефона. Интересный вариант это USB телефоном P50. Он предназначен для работы с платформами Skype for Business и Microsoft Teams. То есть если вам привычнее и удобнее разговаривать по трубке, а не по гарнитуре с компьютера, то вы просто подключаете этот телефон и разговариваете как вам удобно. Также из плюсов здесь есть USB-хаб и дополнительный порт для внешнего индикатора статуса BLT-60. DECT-экосистема E-Link. Ее можно разделить на три блока. Это сингл-сотовая DECT-система, мультисотовая DECT-система и конечные устройства. Вот они все представлены. Снизу это устройства, выступающие в виде баз, которые раздают сигнал и отвечают за связь. А сверху это уже непосредственно конечная. Сингл-сотовая DECT-система. Что это такое? Это DECT-системы, которые состоят из одной базы и подключаем их к ней оконечных устройств. Здесь можно рассказать о двух моделях. Это W70B. Это DECT-база, которая поддерживает 10 оконечных устройств. Будь то трубки, конференц-телефон 935, DECT-гарнитуры E-Link или телефон T5-й линейки с DECT-донглом, который сам превращается в такой аналог трубки. Здесь у нас поддержка 20 одновременных вызовов, то есть по два вызова на каждое подключенное устройство. И возможно подключить до шести репитеров, которыми можно расширить зону покрытия базы. Второй вариант это телефон пятой линейки, который с помощью донгла DD10K превращается сам в базу. И к нему можно подключить до четырех оконечных устройств по одному вызову на каждый. Также из интересного я хочу отметить режим Master Slave. Это когда у нас всего одна подключенная трубка, вы ее назначаете главной. И в процессе разговора, ну либо по трубке, либо по настольному телефону, вы движением руки, там одним нажатием, можете разговор перевести с трубки на настольный или наоборот, без прерывания разговора и, допустим, пойти ходить по офису, никому не перезванивая. Дальше мультисотовая или микросотовая ДЭК-система. Это системы, которые объединяют под единым управлением, единую систему, несколько баз с их пулом подключенных устройств. Какие у нас основные базисы микросотовой системы? Это синхронизация, хендовер и роуминг. Роуминг это способность оконечного устройства, например, трубки, передвигаться между базами и все это время быть подключены к системе и способны принять вызов или совершить вызов. Хендовер. Хендовер это то же самое, то есть вы ходите с трубкой между базами без прерывания, но это уже во время разговора. И синхронизация, она согласовывает базовые станции между собой и она необходима непосредственно для того, чтобы работали роуминг хендовер. Так, первая модель это W80, в ней максимально возможен один DECT Manager, это управляющие устройства системы. Радиосигнал он сам не раздает, а управляет базовыми станциями. 30 базовых станций, которые занимаются раздачей сигнала и до 100 оконечных устройств, 100 аккаунтов и 100 одновременных вызовов. Роуминг и хендовер есть внутри этой системы. W90 это более продвинутая версия. При конфигурации с одним DECT Manager она поддерживает уже 60 базовых станций и 250 трубок SIP аккаунтов. Тут также есть роуминг и хендовер. Из интересных плюсов это еще и внешне регулируемые антенны, с помощью которых можно увеличить радиус покрытия на 5-15 метров. Также в отличие от W80, в которой синхронизация между базами возможна только по воздуху, здесь появляется синхронизация и по LAN. Она позволяет построить систему с хорошим покрытием на каких-то сложных объектах, где есть слабо проницаемые для радиосигнала стены, либо какие-то препятствия. Еще здесь есть автоматическая синхронизация, которая позволяет не заморачиваться системой построения, просто нажать пары кнопок, построить всю синхронизацию, чтобы система работала корректно. И крупномасштабное решение под управление виртуального интегратора, которое называется VIM, она позволяет объединить до 10 дек-менеджеров W90 в одну систему, до 600 баз, по 60 на каждый дек-менеджер и до 2500 трубок. Также здесь поддерживается роуминг во всей системе под управлением VIM и хендовер внутри одного DM, внутри его баз. Также хочу отметить, что разные модели нельзя поставить в одну систему. То есть если мы строим систему на W80, мы не сможем в эту систему включить модель W90. И наоборот, то есть если в проекте потенциал больше 30 баз, больше 100 трубок, но сейчас, допустим, нужно меньшее количество, то лучше уже сразу ставить W90, чтобы избежать лишних затрат и проблем в будущем. Немного про позиционирование. Как мы видим, W70 — это небольшие офисы, рестораны, склады. W80 — это уже более масштабные интеграции, но в рамках 30 баз и 100 трубок. W90 — более крупные объекты. И виртуальный интегратор — это уже сетевая история. То есть у нас, допустим, несколько магазинов нужно объединить или какой-то огромный объект с кучей пользователей. Тогда мы используем виртуальный интегратор. Для правильного расположения базовых станций на объекте рекомендуется проводить радиообследование с помощью измерительного комплекта. Этот комплект состоит из трубок, зарядных устройств для них, штативов и внешнего аккумулятора. То есть вы заранее располагаете по плану, например, объекта базы в некоторых местах, потом выезжаете к заказчику с этим комплектом и сможете скорректировать расположение баз, посмотреть, какой уровень сигнала, какая проходимость сигнала будет. Чтобы получить этот комплект, вам нужно подать заявку на тест, и мы вам сможем выдать его бесплатно на 2 недели по умолчанию, или если нужно больше, то это уже обговаривается индивидуально. Далее перейдем к конечным устройствам. E-Link W56, это трубка с большим дисплеем 2,4 дюйма, 30 часов в режиме разговора и 400 в режиме ожидания. Разъем 3,5 мм для подключения гарнитур. Эта модель уже заканчивает свою жизнь, скажем так. Она у нас будет поставляться до конца года точно, возможно, и в начале следующего, потом она станет E-O. Базовая модель W73H. Небольшой дисплей на 1,8 дюйма. Большое время работы. Также есть разъем 3,5 мм. Это самая бюджетная из трубок. Модель, которая придет на смену W56, уже пришла. Она доступна к заказу и покупке. 2,4 дюйма. Немного изменился дизайн. Стал таким темным, в отличие от прошлого серебристого. Также есть разъем 3,5 мм. И появился встроенный Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Гордость компании E-Link. Это защищенная трубка со степенью защиты IP67. Модель называется W59R. Здесь, из интересного, это встроенный Bluetooth, виброзвонок. Хорошее время работы. И полная практически защита от воды, пыли, от падений. То есть, эту трубку можно бросать на металлический пол, и с ней ничего не будет. Также она выдерживает до 30 минут погружения в воду. Что мы демонстрируем на своих бизнес-мероприятиях, когда топим ее в аквариуме. И она спокойно принимает вызовы после 30 минут под водой. Также есть модель с не такой хорошей степенью защиты. То есть, предыдущую мы используем в каких-то грязных производствах, автомастерских, где очень грязно, очень пыльно. Модель W57 со степенью защиты IP54. Это скорее трубка для объектов, на которых условия не такие плохие, но и отличаются от офисных. То есть, там какие-то склады может быть. Вот, также здесь по сравнению с W59 отсутствует Bluetooth, но увеличено время работы. По габаритам, весу они идентичны. И тот вариант, о котором я уже ранее упоминал, это телефон T54W плюс DD10K. Он выступает в роли такой DECT трубки, конечного устройства. То есть, мы ставим DECT базу и подключаем к ней вот этот телефон. Для этого телефона не нужно будет протягивать кабель Ethernet, питание ППО, и вопросы включаете в розетку, и он работает по радиосигналу. То есть, если нужно какое-то решение с минимум проводов и кабелей, то это хороший вариант. Конференц-телефон DECT, о котором я уже рассказывал, 935-й, сейчас не будем повторяться. Хочу сказать про гарантийное обслушивание Type-Matic. У нас на телефоны серии T4 идет расширенная гарантия 36 месяцев. Остальные телефоны XSARU это 18 месяцев. На спикерфоны гарнитуры 24, блоки питания, аккумуляторные батареи 6 месяцев. Но несмотря на это, есть возможность платно расширить гарантию на любой из перечисленных категорий до 5 лет. Для этого нужно обратиться к своему менеджеру для расчета. Также у нас есть сервис как в Москве, так и более чем в 30 городах РФ. Средний срок обработки заявки, я считаю, хороший. Это 3 дня, но в основном быстрее. На этом по моей части все. Если есть какие-то вопросы, задавайте в чат. На те вопросы, которые были, я сейчас отвечу. Спасибо. Передаю слово Василию. Да, коллеги, сейчас кратко расскажу вам про проектную политику, что является проектом у Ялинка, как зарегистрировать, какую поддержку получит партнер и так далее. Что же является проектом у Ялинка? Гарнитуры. Если в вашем проекте на общую сумму гарнитур более 2,5 тысяч долларов в РРЦ, то вы можете уже рассчитывать на проектную поддержку от Ялинка. То есть на проектную скидку. Для этого отправляете заявку либо через форму регистрации проекта, через менеджера, либо через нашу B2B-систему. Также телефоны от 10 тысяч долларов в РРЦ. Микросотовые системы Ялинка считает, что это чисто проектное оборудование. В связи с этим любая базовая станция, либо ДЭК-менеджер всегда подлежит регистрации. Поэтому любой проект на микросоте необходимо регистрировать. И также любые лицензии, будь то IDMP, либо VIM, необходимо обязательно регистрировать у Ялинка. Какая необходима информация минимальная для того, чтобы зарегистрировать проект? Обязательно нужен ННН заказчика, его название. ННН является неким таким уникальным идентификатором проекта. И обязательно необходим адрес установки. Потому что часто бывает в крупных заказчиках по нескольким объектам могут работать абсолютно разные партнеры. Хороший пример всегда. Лафта-центр в Питере, который огромнейшая свечка. Один и тот же адрес. На разных этажах работают разные подрядчики. И, соответственно, реализуют различные проекты. Поэтому необходимо указывать более детальную информацию. Следующая необходима спецификация проекта. Сроки реализации и тендер нам больше для того, чтобы планировать свои остатки на складе под ваши проекты. Информация о БТС. Планируемая форма закупки также важна. Потому что если это прямой договор, это одна история. Если это тендер, то мы можем вам помочь подготовить ТЗ. По тендеру тоже желательно указывать. По какому? По 44-му, либо по 223-му реальному закону. Исходя из этого, технические задания могут отличаться. Сфера деятельности заказчика. Это больше уже не обязательно. Очень важная информация. Больше статистическая, наверное. Сценарии использования. Описание задач. Так далее. Сроки подтверждения проекта. От вендора до 3-х рабочих дней. Вендор просит обновлять проекты ежемесячно. Если проект более 3-х месяцев не без обновлений, то вендор оставляет за собой право закрыть такой проект. Все проекты регистрируются через дистрибьютора в Российской Федерации. То есть через нас. Спорные проекты. Это когда пришли несколько заявок одновременно. Тут не совсем работает правило, кто первый, того этапки. Ялинг смотрит на дополнительную информацию. Это кто больше сделал инвестиций по проекту. То есть запрашивает доп. информацию, кто, например, зачастую Ялинг там интересует. Кто все же предложил Ялинг в заказчика. Важным является фактором. Предоставил более детальную информацию по проекту при регистрации проекта. Имеет более успешный опыт работы с данным заказчиком. Соответственно, если уже были какие-то поставки, даже не телефония, а какого-либо другого оборудования. Особенно в крупных заказчиках это может влиять на дальнейшее продвижение проекта. Потому что уже есть какие-то контактные лица у этого партнера. Обычно в крупных заказчиках есть свои службы безопасности. Которые, если уже были поставки, значит ее уже проходил этот партнер. Шансы на реализацию проекта у такого партнера всегда выше. Ну и смотрит на больше винрейт. Винрейт это отношение зарегистрированных проектов к выигранным. Соответственно, если у одного партнера 10 проектов зарегистрировано, не одного выиграно, а у второго 10 зарегистрированных из них 7-8 выиграно, то, конечно, Ялинк будет, конечно, все факторы вот эти рассматривать, но винрейт будет тоже очень важным фактором при выборе партнера. Это, опять же говоря, о том, когда одновременно пришли несколько партнеров. В каких случаях вендор может снять регистрацию? Это вендор считает крайне грубым нарушением, если партнер зарегистрировал, застолбил за собой проект, и при этом не пошел в конкурс, не сообщил об этом. То есть вендор никого другого не пускал, а проект из-за этого не состоялся. Это грубейшее нарушение, и вендор снимается на таких случаях регистрацию, и даже может при следующих проектах, опять же, при спорных, может уже не отдать этот проект такому партнеру. Поэтому, если вы вдруг по каким-то причинам, всякое бывает, не можете пойти в тендер, либо еще что-то, просьба сообщать об этом заранее, и говорить об этом, и мы вместе подумаем, как это правильно сделать. Ну, и как я говорил до этого, если партнер не обновлял проект более трех месяцев, то вендор не закрывает эти проекты по умолчанию, но оставляет за собой такое право. Если будет необходимо, он закроет. Чем может вам помочь в проектах IP-матик? Это квалифицированная пресейл-поддержка, помощь в написании правильных ТЗ, без ошибочных, да, состройка конкурентов, расширенная гарантия, как говорил Дмитрий, до пяти лет, мы можем расширять гарантию на наш телефон с дополнительной платой. Адаптация проекта под нужды заказчика, это кастомизация спецпрошивки, ОМ у нас мы можем делать совместно с Ялинком различного уровня, это как коробки, так и логотипы, прошивки и так далее. Соответственно, от этого будет зависеть стоимость и минимальный заказ оборудования одной модели. Также у нас сервисы-центры во всех крупных городах России, высокоуровневая техподдержка, подготавливаем регулярно инженеров и СЛО для наших партнеров, проводим различные обучения, собственные вебинары, семинары, складские запасы во всех крупных городах РФ. Большой демофонд также в этих, ну, самый большой, конечно, в Москве демофонд, но наши региональные отделы продажи имеют тоже собственный демофонд, вы можете обратиться за демообразцами. Ну, и маркетинговая поддержка, совместные акции, промо также мы можем реализовывать совместно с партнерами с вами. Как выиграть проект, что для этого нужно, основные моменты, по которым мы считаем, что основополагающие для того, чтобы выиграть. Это зарегистрировать на ранней стадии потребность заказчика. Я всегда говорю, что если где-то вы только узнали о потенциальном проекте, это еще не проект, это только потенциальный проект, то его сразу отправлять на регистрацию. Если вдруг что-то не получится, мы всегда сможем закрыть. Но бывают часто такие проблемы, когда вы уже реализовали практически, сделали рабочую документацию, пришли к нам за регистрацией, а проект уже занят, потому что от конечного заказчика ушла информация каким-то образом, кто-то его занял. Начинаются долгие споры, кто все-таки делал вклад, кто разрабатывал, кто тратит огромное количество времени, как вашего, так и нашего. Поэтому, как только вы получили какой-то потенциальный запрос, просьба сразу регистрировать его. Предоставить оборудование на тест, это всегда значительно повышает шансы на победу, на выбор заказчика именно этого оборудования, когда он с ним поработал, пощупал, попробовал. Я лингос, собственно, качественные телефоны, то есть заказчик уже в дальнейшем хочет именно эти телефоны, а не какие-либо другие. Ну, трехсторонняя встреча тоже рекомендуем проводить в шоуруме, показать оборудование заказчика, сформировать правильное ТЗ для конкурса, согласовать сроки поставки, чтобы по договору успеть не попасть на какие-либо кеды. Ну и своевременно обновлять информацию по проекту, для того, чтобы понимали, что происходит на данном этапе и вовремя реагировали на различные события. Проект необычной продажи, а есть сложности, и они часто возникают, на них нужно всегда вовремя реагировать. Спасибо. У меня в целом все. Если остаются вопросы, я тоже в чате отвечу. Сейчас передам нашей коллеге слово Елизавете Корневой. Она расскажет вам про оборудование LTEX. Елизавета? Спасибо, Василий. Всем добрый день. Еще раз познакомимся. Меня зовут Корнева Елизавета. Я руководитель проектов по направлению телефонии предприятия LTEX. Расскажу пару слов о нашем предприятии. Возможно, кто-то не знаком с нами. Основная деятельность нашей компании – это производство сетевого и телекоммуникационного оборудования. Завод у нас находится в городе Новосибирске. На рынке мы уже более 30 лет. У нас собственные производственные мощности и разработка программного обеспечения. Начинали мы свою деятельность как раз с направления телефонии для операторов связи и затем уже вышли на корпоративный уровень. У нас полный цикл производства и разработки программного обеспечения. Помимо этого, у нас также есть собственная техническая поддержка. Мы производим обновления ПО бесплатно. То есть, возможно, обновить софт, просто скачать сайты. Никаких дополнительных денег не потребуется. Также у нас есть учебные центры. То есть, мы проводим обучение как на базе завода, можно к нам приехать, так и дистанционно. Собственно, если говорить о наших преимуществах, то, как я уже сказала, это техническая поддержка. Техническая поддержка у нас на русском языке. То есть, это мои коллеги сервисного центра консультируют. По направлению телефонии у нас гарантирована оперативность поставок оборудования. У нас практически все позиции есть в наличии. У нас на складе в городе Новосибирске также у нас есть сертификаты Минпромторга. То есть, наше оборудование входит в торг. Обучение технических специалистов я вам уже назвала. Также, за счет того, что мы работаем по стандартизированным протоколам и рекомендациям, у нас достигается совместимость с оборудованием других вендоров, в том числе и с аппаратами EOLINK. Мой коллега уже, наверное, озвучил, у нас есть даже сертификат о том, что мы полностью совместимы. Географию проектов можно посмотреть на данном слайде. У нас вообще более полторы тысячи компаний-партнеров, как по России, так и за рубежом. Перейдем к нашим IP-ATS в аппаратном исполнении. На слайде представлены стоечные модели. Модель 10, 16 и 30, 16. В базовой комплектации представляет собой транковый шлюз, но при установке дополнительных опций возможно расширить функционал до IP-ATS. Все модели субмодульные. В данном случае 10, 16 и 30, 16. Возможна установка субмодулей с поддержкой от 4 до 16 потоков E1. SMG200. Возможна установка субмодуля для подключения 16 аналоговых линий FXO, FXS. SMG500. Возможно подключение до 4 потоков E1. Соответственно, SMG200 поддерживает до 200 регистраций абонентских, SMG500 до 500, 10, 16 до 2000 и 30, 16 до 3000 абонентов. В чем различие между 10, 16 и 30, 16? 30, 16 также может работать в режиме резервирования мастер-слейб. То есть одна станция у нас будет боевая и будет резервная станция, которая будет включаться при выходе из строя боевой. Также на всех данных моделях поддержан функционал различный. Это такие как ДВО, IVR, запись разговоров. Также есть возможность сдачи первого и третьего САРМа на моделях 10, 16 и 30, 16. Как я уже сказала, функционал поддерживается достаточно широкий. LTEX уже давно на рынке и занимается телефоннее. Поэтому, конечно, поддержка различных сервисов у нас значительно широкая. С данным функционалом можно ознакомиться на этом слайде. В принципе, мы закрываем практически все потребности заказчиков. Есть такой сервис, как автооповещение. То есть это возможность предзаписанный разговор направить на определенный список абонентов. И как внутренних, так и внешних. Также тут доступны отчеты по результатам обзвона. То есть такой сервис тоже пользуется популярностью. Сервис колл-центр также доступен на аппаратных IPATS. Но тут речь идет больше не про полноценный колл-центр с отдельным веб-интерфейсом для операторов, супервизоров. Но тут есть возможность настройки очередей. Есть настройка группы вызовов. Есть настройка AVR. Доступна различная статистика. То есть сколько было вызовов, какое среднее время ожиданий и так далее. Программно-аппаратный комплекс ECSS 10 Soft Switch. Это решение LTEX, которое позволяет построить отказоустойчивую сеть. Поддерживает резервирование Active-Active. Возможно организовать локальную выживаемость выносов. Также сейчас в разработке у нас GeoCluster. Релиз будет в этом году. На текущий момент LTEX совершенствует такие сервисы, как пол-центр полноценный, селекторная связь и решение по распознаванию синтеза голоса. Программно-аппаратный комплекс поддерживает линейное масштабирование. То есть количество абонентов в основном зависит только от мощностей серверов. Также осуществляется горячее обновление программного обеспечения. То есть если собран кластер, то возможно обновить сначала один сервер, затем другой. Остановлюсь еще, наверное, на таком моменте, что у нас разворачивается программно-аппаратный комплекс на виртуальных машинных серверах. Есть поддержка гипервизоров VMWAR и KVM. И по операционной системе это Astra Linux и Ubuntu 18 серии. И данное решение можно протестировать. То есть если есть такая необходимость, вы нам направляете запрос. Мы можем развернуть тестовую зону, то есть пилот как на стороне заказчика, так и предоставить удаленный доступ к нашим серверам. Список поддерживаемого функционала значительно широкий. Перечисления на данном слайде есть. На некоторых из них я остановлюсь подробнее. Далее мы с вами рассмотрим. Помимо таких сервисов, которые были на том слайде, есть еще сервисы такие, как унифицированные коммуникации. У нас есть свой автопровиженинг, полцентр, автосекретарь и автооповещение. Автосекретарь. Мы на данный момент реализуем данный сервис. То есть это возможность набора абонента голосом. То есть вы поднимаете трубку, называете фамилию, имя абонента и, соответственно, телефон автоматически набирает данный номер. Данный функционал на текущий момент входит в пакет DWO стандартного. Также Outex разработал и в этом году уже вышел релиз полноценного софт-клиента. Это мобильное приложение Elf на мобильный телефон. На текущий момент на операционной системе Android и в разработке сейчас iOS. И есть также Elf Desktop на ПК. Ключевые возможности данного решения – это сбор аудио- и видеоконференций до 30 участников. Есть возможность создания чатов. Можно будет обмениваться медиафайлами, голосовыми файлами. У системы очень удобный веб-интерфейс. Данное решение мы также на текущий момент предоставляем в тест. Но на сейчас данная версия реализована только под внутренний контур. То есть в следующей уже версии будет доработка под внешний контур. Автопровиженинг. Quiltex также собственная разработка для настроек и конфигурации телефонов. Главное преимущество в том, что есть поддержка не только своих аппаратов, но и зарубежных вендоров. В каждой новой версии поддержка функционала расширяется. На текущий момент поддержано большое количество аппаратов EOLINK, протестировано. Также мы готовы добавлять новые модели и других вендоров зарубежных, такие как CISCO. Сейчас даже Авайя у нас тестируется. Если вдруг какая-то модель у нас сейчас не поддержана, то мы, как правило, просим предоставить данную модель нам на завод и готовы ее протестировать. Если говорить о преимуществах решения на оборудование EOLINK, то тут могу сказать, что все наши специалисты всегда готовы идти навстречу. Специалисты даже коммерческого отдела весьма глубоко технически подготовлены. Всегда готовы оказывать помощь в составлении ТЗ, в проверке ТЗ. У нас большой опыт проведения пилота, как с выездом специалистов, так и дистанционно. Готовы обучать специалистов. В некоторых случаях даже готовы бесплатно предоставить обучение, для того, чтобы более комфортно провести пилот и реализовать решения на нашем оборудовании. У нас большое количество складов. Склады у нас есть помимо Новосибирска в Москве и в Питере. При необходимости мы готовы склад организовать и в другом городе. Где это все обсуждается, контакты мои будут на последнем слайде. То есть какие-то есть предложения, мы всегда готовы их рассматривать. По направлению телефоне у нас дефицитных позиций нет. Единственный, наверное, нюанс был по телефону ВП-20П, который снял с производства. Но мы ожидаем в первом квартале следующего года аналогичную модель ВП-30. Оборудование все в наличии. Соответственно, мы готовы оперативно отгружать, готовы работать совместно. Если говорить о партнерской политике, то для проработки проекта необходимо заполнить специальную форму регистрации, отправить ее на ящик почтовый в отдел регистрации LTEX. И коллеги мои уже проверяют, есть ли какая-либо работа по данному проекту. Если никаких дублей нет, то, соответственно, проект будет закреплен за партнером и будут предоставлены партнерские скидки. При необходимости также будет подключен менеджер ответственный по направлению. Помимо телефонии, там это может быть Wi-Fi или сетевое оборудование. Мы готовы помогать прорабатывать проект, готовы вести переговоры с заказчиком совместно, проводить ВКС. Можем также приехать в командировку. Приглашаем к себе на завод активно. То есть, если у вас есть возможность к нам приехать, есть интерес, познакомиться с нами лично, посмотреть на наши предприятия, на завод, мы всегда будем рады провести встречу. В принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, можете адресовать их в чат. Мои контакты представлены на данном слайде. Мы всегда готовы пойти на встречу. Пишите, звоните. Будем обсуждать, совместно работать. Всем спасибо, коллеги, за внимание. Да, коллеги, еще скажу. Закладывайте оборудование LTEX совместно с Ялинком. И будете уверены, что оно совместимо, и ваши инвестиции будут сохранены проектными скидками и поддержкой проекта. Всем спасибо. Если есть вопросы, мы еще какое-то время поотвечаем на них. Да, давайте я тогда отвечу на вопрос по поводу геокластера. Геокластер у нас ожидается в тест, в опытный мы готовы будем предоставить, ориентировочно там конец третьего квартала, где-то так. По партнерству Ялинк и LTEX, Василий, наверное, вы дополните, но я скажу, что мы озвучили о том, что у нас есть полностью совместимость, то есть комплексное решение заказчику можно предложить с нашими станциями и с аппаратами Ялинк. Василий, может еще от себя добавить? Да, также сейчас, как видите, особенно в государственных заказчиках идет замена недружелюбных, из недружелюбных стран, телефонных аппаратов, станций и так далее. И сейчас с заказчиками, когда это было одного вендора, и телефоны, и станции, с какой-то одной новостью часто, заказчики говорят, ну, например, LTEX нужен, ему предлагают клиент, он говорит, что совместимый нет, ну, например, сертификат у нас уже есть. Что мы планируем дальше? Ну, это, конечно же, постоянно, если только появляются новые кит-аппараты, мы будем тестировать, проверять, и это будет полная поддержка. Также сразу будем просматривать автопровижинг, чтобы поддерживался. Есть еще наработки по улучшению автопровижинга. Я с Александром из LTEX тоже общался. Есть идеи, как продвигать дальше совместно, чтобы вам было проще, наверное, настройки в подключении этого оборудования. То есть, как говорится, практически с коробки достали, подключили. Без особых сложностей вы могли работать с оборудованием LTEX и EOLINE. Наверное, пока будем двигаться в этом направлении, возможно, еще какие-то будут маркетинговые мероприятия. Ну, пока вот, наверное, вот так. Коллеги, есть еще вопросы? Если вопросов нет, все, тогда всем спасибо. Давайте работать. Всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова